Приветствуем вас, уважаемые наши радиослушатели и телезрители. Мы продолжаем прямые включения встречи с 77-го съезда. Это отчетно-выборный съезд Тихоокеанского объединения славянских церквей и евангельских христиан-баптистов. И представляем вам очередную встречу. И эта встреча на этом съезде необычная, потому что были приняты в состав объединения несколько церквей. И вот Тихоокеанское объединение пополнилось еще одной новой церковью. Я вам представляю пастора церкви из города Такомы, церковь Благая Весть, Василий Ступин. Приветствуем вас, брат Василий, в нашей студии. Как обычно, мы вначале хотели бы познакомиться с вами и познакомить вас с нашими телезрителями и радиослушателями. Расскажите немножко о себе ваша такая короткая автобиография. Хорошо. Спасибо за эту возможность. Мы рады здесь быть и от имени нашей церкви, прежде всего, примите нашу благодарность за ваше гостеприимство, за эту возможность. Родился я в городе Москве, в России, и в 92-м году, 9 мая, на День Победы, мы эмигрировали в Лос-Анджелес, где был в церкви в Монте-Белло. И до конца 90-х мы там были. Я принял крещение в середине 90-х, уверовал. И интересный момент в том, что наша семья вся принимала крещение вместе. Родители, мой брат и я, мы в течение одного года уверовали, и крещение нам было преподано вместе. Как вы понимаете, мы были из неверующей семьи, поэтому было очень интересно получить ответы на почему, как, а почему именно вот так. был определенный период, когда я не понимал, почему это происходило. В конце 98-го года я ушел на службу в армию здесь. Я прослужил 4 года, после чего меня послали в штат Вашингтон, и мы остались жить в Вашингтоне. К тому времени я уже был женат, жена Ирина. И на данный момент у меня трое девочек, 5, 7 и 9 лет. Я уже, наверное, все-таки смирился с тем фактом, что до конца жизни я буду копить на косметику и женскую обувь с детьми. Но на самом деле они очень большое благословение для меня, и я рад иметь поддержку жены и своих девчонок. Несу служение, сначала у меня служение в американской церкви, в штате Вашингтон, баптистская американская церковь, хорошая церковь, фундаментальная, где американский пастор вложил в меня достаточно много времени и усердия, и я ему очень за это благодарен. Но когда у нас родились дети, то бабушки с дедушками решили переехать из солнечной Калифорнии в штат Вашингтон, чтобы быть поближе к внучкам. И мы начали рассматривать вопрос о славянской церкви, о церкви, где и бабушкам с дедушками можно слушать проповедь, слушать слово на родном их языке. И в то же время нам достаточно уже американизированным к тому времени можно было бы найти себе новый дом. Поэтому в той американской церкви, в которой я был членом на тот момент, как раз были определенные перемены. Наш старший пастор пошел преподавать в семинарию, были изменения, и мы сочли это как хорошее время для того, чтобы посмотреть, если есть церкви поместные, где мы могли вместе всей семьей служить. И мы нашли такую церковь, это церковь «Благая весть». В то время был пастор Андрей Адымчук. Мы очень благодарны ему и церкви, что они приняли нас. И с того времени неослужение, неослужение администратора церкви, диакона церкви. До недавнего времени исполнял обязанности старшего пастора. И вот совсем недавно, 21 сентября, церковь подтвердила имя на служение ведущего пастора нашей церкви. Вот, в принципе, и все. Ну, вообще-то у вас такая биография очень обширная. Тем более, что вы сказали, что служили в армии Соединенных Штатов Америки, здесь будучи молодым человеком. Это очень интересный, конечно, такой эпизод вашей жизни. Скажите, также вы получили опыт такого, может быть, американского служения. Это значит то, что вы придерживаетесь вот этих традиций американского богословия, да, или вот, ну, как бы, степени служения, как это в американских церквях происходит, или как вот у нас славянских церквях? Ну, знаете, я думаю, что нам нужно разделять вопросы богословия, теологии на вопросы традиции и, ну, просто... Ну, вот я хочу, чтобы вы это как бы разделили. Да, дело в том, что я придерживался всегда и придерживаюсь точки зрения, что само богословие должно быть консервативным. Оно всегда неизменно, потому что истина, Писание, само слово, оно неизменно. Оно истинной было две тысячи лет назад, и оно осталось истиной. Поэтому навшивства в интерпретации священного Писания, я не вижу их как правильными. Поэтому с какой-то степени наша церковь и мое понимание, это, ну, более фундаментальное понимание, и оно очень близко к традиционным славянским церквям в этом отношении. С другой стороны, я считаю, что традиции, и это они хороши, они должны присутствовать в каждой церкви, в каждой общине, и должны продолжать присутствовать в каждой церкви. Но нужно понимать, что традиции и обычаи, они не просто могут меняться, они должны меняться для того, чтобы мы лучше исполняли великое поручение Христа. То есть по мере того, как меняется определенная культура, по мере того, как меняются времена, разные стили, суть Евангелия не меняется. Мы должны идти и учить народы достигать их ради Христа. Но методы, которыми мы это делаем, они не просто могут изменяться, они должны изменяться. И большим примером для меня в этом служит апостол Павел. А в 9 главе послания к Римлянам, 3 стих, он говорит, и это современный перевод, «Я так близок тому, чтобы себе самому пожелать отказаться отлученным от Христа ради спасения моих братьев и сестер, моих соплеменников». Не говоря о теологической части, можно ли отлучиться от Христа или нет, здесь важно заметить, что апостол Павел был готов отказаться от всего самого дорогого, что у него было. Для чего? Для того, чтобы его братья и сестры по плоти, не в духе, они еще не веровали в Господа, узнали Христа, познали Господа. Я думаю, что это один из проблематичных аспектов наших церквей, славянских церквей. Мы часто не хотим отказаться от того, что нам удобно, то, что нам привычно для того, чтобы достигать людей ради Христа. Поэтому я не поддерживаю отказа от традиции, от языка и от культуры только ради того, чтобы быть современными, чтобы быть больше американизированными. Но если это действительно помогает нам достигать людей до Христа, то я считаю, что каждому из нас апостол Павел должен быть примером в этом аспекте. Брат Василий, в основном наши славянские церкви — это церкви прибывших сюда эмигрантов, которые кучкуются в группы. И по мере того, как кто-то приезжает откуда-то, церковь пополняется, или же переходят из церкви в церковь какие-то члены, которые где-то в районе живут, или им это здесь более интересно, и они желают в эту церковь входить. Понятие евангелизации здесь, в Америке, как вы видите, в чем оно? У вас есть люди, которые пришли с улицы, американцы, которые приходят к вам в церковь? Да, у нас есть члены церкви, американцы, и молодые люди, и постарше. Один из братьев, ему около 70 лет, американец, который пришел к нам. Молодые люди, американки, которые познакомились с нашей молодежью, были приглашены в церковь. У нас небольшая специфика в церкви в том, или уникальность, если можно так сказать, что у нас два служения. И первое служение ведется полностью на английском языке, с переводом на русский, синхронно, через наушники. И второе служение полностью на русском. Таким образом, у нас есть возможность приглашать наших американских друзей и соседей на служение, где они чувствуют себя принятыми, где все понятно на их языке, где, может быть, немного более современная форма прославления, чем на традиционном славянском служении, на русском служении. И таким образом мы можем достигать этих людей. Поэтому, несомненно, в славянских церквях, как мне видится, есть эта большая трудность. Как нам евангелизировать, доносить благую весть до нашего соседа, если мы не можем с ним говорить, если мы не понимаем его культуру, а он не понимает нас. И нужно продолжать, с моей точки зрения, миссионерскую работу в тех странах, в которых мы можем это делать. И я считаю, что славянское братство очень много сделало и продолжает делать. Я надеюсь, будет продолжать делать миссионерские работы в странах бывшего Советского Союза и там, где мы можем это делать. Но в то же время, мне кажется, от лидеров церкви, от пастырей церкви, нужно иметь четкое понимание того, что нам нужно вкладывать в следующее поколение молодежи. Нам нужно отсылать их в семинарии. Нам нужно быть готовыми к каким-то изменениям. Нам нужно подготавливать паству к этим изменениям. И говорить о главных целях, чтобы второстепенные вещи не стали первостепенными. И по мере того, как у нас появляется англоязычная молодежь, обучать их, прививать их к видению церкви, и тогда будет происходить органическое изменение и интеграция в общество и в англоязычную церковь, ее нельзя форсировать, иначе она сломается. Ну да, но опять же, форсирование каких-то действительно таких моментов, особенно адаптации здесь в Америке, может привести к тому, что та часть, которая не понимает английского языка, она может перейти в другую церковь, там, где говорят на русском языке, или же наоборот, часть, говорящих на английском языке, они уйдут в американскую церковь. Здесь надо, конечно, найти разумное решение. В некоторых церквях, я знаю, допустим, у нас здесь, в Калифорнии, и в городе Сакраменто, просто ведется действительно синхронный перевод, вне зависимости от того, кто присутствует. То есть для них идет и на русском языке синхронный перевод, и на английском синхронный перевод. И, в принципе, такая проблема, она как бы более-менее решаема. Но, конечно, в плане того, чтобы американец ходил в эту церковь, она для него стала его семейной церковью, его родной церковью, здесь, конечно, есть такой вопрос, серьезный вопрос, потому что церковь — это не просто служение, проповедь. Церковь — это еще за гранями этого служения, это служение в группах, это разбор слова, это какие-то встречи. И вот очень правильно сейчас в некоторых церквях таких, где создаются небольшие такие домашние группы, там идет разбор и подготовка к проповеди пастора, которая будет сказана в будущее воскресенье. То есть идет подготовка к тому, чтобы, когда уже пастор скажет слово, группа, которая неделю или где-то в какие-то дни собирается, они уже знали тему проповеди и были готовы слушать проповедь уже пастора. Они как бы вот эта почва, она взрахляется, чтобы семя упало глубоко. У вас что-то делается подобное? Да, да, несомненно. И первое, что я хотел заметить по поводу перевода, мне кажется, что перевод — это отличное временное решение этого вопроса. Дело в том, что перевод, когда переводится, я как переводчик могу это сказать, дело в том, что когда идет перевод, то если человек говорит только на одном языке, это хорошее решение вопроса. Но когда человек понимает немного и там, и хорошо говорит на втором языке, то получается дублирующая такая проповедь. И мы слышим и одно, и другое, и одно, и другое. И мы понимаем одно и другое. Если же человек, например, не говорит по-английски, а слушает только русский перевод, то тогда он английскую часть просто отключает, и он слушает одну нормальную проповедь. Поэтому этот момент нужно учитывать. И если нет молодых проповедников, которые готовы делать это на английском языке, который будет родным для приходящих на английское служение, то перевод — это, естественно, хорошее решение. Но мне кажется, что это временное решение во время транзиции. Она может занять несколько лет, она может занять десятилетия, у кого-то она может занять несколько месяцев. Ну да, это поколение людей, которые приехали в Америку, которым русский язык более понятен, они думают на нем, разговаривают на нем, чем английский язык. По мере того, как человек будет уходить от этого языка, он будет множество народностей, культур. Соединенные Штаты Америки переварили в себе. И этот процесс не изменен. Исторически мы знаем, что многие сюда приезжают в Америку, и постепенно, конечно, они адаптируются в американскую среду. Просто этот процесс иногда бывает толкий, иногда быстрый. Но все равно некоторые культуры здесь, действительно, Америка — это такая страна многокультурная и многонациональная. Очень долго держится. Возьмите наших, допустим, иммигрантов. Вот волны, которая была до нас. Это волна послевоенная. Я уж не беру период более ранний. Удивительно, что они смогли сохранить культуру. Я был в Сан-Франциско, и меня удивило то, что там есть очень пожилые люди, которые достаточно хорошо говорят на русском языке, но они американцы. И им родители оставили этот язык. И знаете, что удивительно, у них очень своеобразный язык. Это такой язык, ну не знаю, Достоевского, можно сказать. Красивый литературный. Он красивый литературный язык. Его слушаешь, и просто это очень приятно слушать. Я говорю о том, что родители позаботились о своих детях, оставили им эту возможность говорить и иметь еще один язык, помимо американского. Сегодня многие родители, то, что мы говорим, форсируют. Мои дети будут американцами. Им не нужно русский язык, им надо жить в Америке. Потом, впоследствии, они говорят, что мы зря так думали. Они сожалеют, потому что ребенок мог бы иметь еще один язык, а это сегодня в мире бизнеса ценится. Я абсолютно с вами согласен. И хочу отметить, что я за то, чтобы культура, элементы славянской культуры, пусть она российская, украинская, не имеет значения, они оставались. Лучшие элементы, надеюсь. Например, мои дети, они ходят в русскую школу. Мы раз в неделю их возим, отдаем. Более того, до того, как они пошли в школу, мы принципиально не разговаривали с ними на английском языке в доме. У меня русская жена, мы прекрасно говорим по-английски, но мы целенаправленно закладывали русский язык в детей. Но важно понимать, что предназначение церкви — это не сохранение культуры или языка. Предназначение церкви — это, прежде всего, донесение Евангелия, расширение Царства Невестного. То есть, если мы можем делать это более эффективно ребенку на том языке, на котором он думает, то, мне кажется, это один из способов донести Евангелие и благую весть этому ребенку, этому молодому человеку более эффективно. Поэтому я абсолютно приветствую русские школы, сохранение культуры. Но это, прежде всего, ответственность семьи, ответственность родителей и дополнительных занятий русских школ, но не основное призвание церкви. То есть, как я понимаю, основное призвание церкви по отношению к нашим детям — это чтобы вложить в них христианские ценности. И если мы можем вложить культурные ценности дополнительно, это плюс. Но это второстепенный фактор, это не основной. И возвращаясь к вашему вопросу по поводу малых групп, у нас есть малые группы, мы немножко по-другому их ведем. У нас малые группы обсуждают проповедь, которая уже была в воскресенье. То есть, вот, например, сейчас мы проходим послание Иоанна, первое послание Иоанна, и у нас прописаны проповеди до конца ноября, мы знаем темы, назначены проповедники первое служение и второе служение говорят одну и ту же проповедь, с основными пунктами одними и теми же. То есть, даже если разные проповедники проповедуют на разных служениях, то они отмечают главные конкретные мысли в обеих этих проповедях. А сколько у вас проповедей на служении? На английском служении у нас одна. Мы снимаем здание, это не наше, и мы очень ограничены во времени. А, то есть, вы в другом месте? Да, нет, нет, английское и русское служения проводятся в одном здании, но само здание мы арендуем у наших американских друзей, и у нас мало времени после того, как они заканчивают служение. Поэтому у нас в 12 часов начинается первое служение на английском языке, и уже в час 30 начинается второе служение на русском языке. А, вот так вы сделали. То есть, у вас практически служение переходит в другое служение? А та же группа прославлений играет на обеих служениях. У нас одно руководство, одна церковь, одно видение, но два разных метода. Группа прославлений — это что-то новое сегодня, или это старое… Почему сегодня в таких молодежных церквях присутствует группа прославлений, но нет традиционных хоров хорового пения? Это связано с тем, что нет хористов? Или же это чисто из-за того, что это ушло, это уже не является таким главным? Я думаю, имеет место, наверное, и то, и другое. У нас есть и хоровое служение, и у нас есть группа прославления. То есть, если главная задача группы прославления — это вместе поклониться Господу через песни, через псалмы, через ту музыку, которая играется, то если большинство людей в церкви делают это через хоровое служение, это отлично, и пусть оно делает это, если больше люди реагируют через группу прославлений, если это приводит их в состояние поклонения перед Богом, то пусть это будет группа прославлений. Я не думаю, что это две взаимоисключающие вещи, и каждая церковь немножко должна реагировать по этому по-разному. В нашем контексте у нас большинство времени — это группа прославлений, но у нас есть хоровое служение, которое раз в месяц… И то, и то, у нас есть оркестр, который участвует и ведет прославление периодически. Поэтому мы видим разносторонность этого, то есть мы не видим, что либо группа прославления, либо хор, либо псалмы, либо современные песни. Это поклонение. Мы поем нашему Господу и делаем это разным способом. Брат Василий, в служении сегодня есть какие-то вещи, которые являются приоритетными, какие-то менее приоритетными. Что бы Вы сказали в Вашем служении является приоритетным? Я, может быть, немножко уточню. Проповедь или какая-то часть служения, где есть пение, стихотворение, какие-то свидетельства? В чем Вы видите приоритет? Что должно окормлять прихожан? Безусловно, это слово. Это проповедь. У нас практикуется экспозиционная проповедь и тематическая проповедь. То есть, когда мы берем и изучаем послание, по несколько стихов берем, и каждое воскресенье делаем это. И периодически мы берем конкретную тему, которую мы видим, нуждается наша поместная церковь. Разобрать вот этот аспект, вот эту тему. И мы тогда уже набираем темы разные. Но проповедь, слово — это то, что меняет жизни людей, это то, что работает в сердцах людей, это то, как работает Святой Дух через процесс освящения. Поэтому это, безусловно, самое важное, что есть в церкви, по крайней мере, по моему пониманию. Все остальное, оно должно подготавливать нас, оно должно прославлять Господа и приводить нас в состояние приимчивости этого слова. Если это поклонение Богу, если мы славим Его имя, мы поклоняемся Ему через песнопение, то это подготавливает наше сердце к тому слову, которое будет звучать. Поэтому, безусловно, слово, благая весть, должна всегда звучать с кафедры. Не личные мнения, не размышления какие-то. При всем моем уважении ко всем братьям и уважая их мнение, с кафедры должно звучать Евангелие, должно звучать прежде всего слово. Правда, Василий, теперь мы прием к другой теме. Церковь как здание, как помещение для прихожан, удобное, с кондиционером, с хорошим звуком, с проектором, с трансляцией и так далее. Вы понимаете то, что сегодня происходит в мире техники прогресса как-то? Вы задействуете эти все функции, которые сегодня многие церкви применяют и все больше и больше стремятся, чтобы это подавалось в системы интернет, чтобы люди смотрели, это записывалось, выкидывалось в социальные сети и т.д. Я думаю, что эти вещи сами по себе нейтральны. Например, если я написал статью, и она несколько тысяч раз была просмотренными людей извне, то это один из способов влияния на людей, которые не пришли в церковь, которые не сидят там, но тем не менее каким-то образом на них слово действует. Пусть это маленькая крошечка, но она осталась у них в сердце. Технологии, методы сами по себе нейтральны, другими словами, это как нож. Хорошо знакомый пример, в руках убийцы — это предмет убийства, в руках хирурга — это оружие спасения. Технологии и интернет — то же самое, то есть они могут быть использованы для просмотра порнографии на сайтах и быть способствием ко греху, и в то же время это может быть прекрасный способ донесения благой вести, другие города, штаты и страны. Поэтому, несомненно, нужно постоянно делать переоценку каждого служения и отвечать на два вопроса. Первое — как то служение, которое я несу в церкви, отвечает цели церкви и помогает и способствует достижение этой цели. Каждый служитель должен иметь возможность ответить на это и сформулировать это. И второе — это как я могу делать это наиболее эффективно, то есть что мне нужно пересмотреть. Может быть, есть новые технологии, может быть, чего-то нужно отказаться. К сожалению, часто мы впадаем в такой менталитет, что мы привыкли это делать вот так и мы всегда так делаем, потому что это было эффективно пять лет назад или десять лет назад. Мне кажется, это не так. Нам нужно делать постоянную переоценку, как мы можем исполнять наиболее эффективно великое поручение Христа. Брат Васильев, ну вот вы мыслите как человек такого прогрессивного мышления, как молодой человек, который видит немножко дальше. Но у вас же есть люди предыдущего поколения, более взрослые, более пожилые, которым эти все новшества бросаются в глаза и они говорят, почему вы церкви превращаете в какой-то кинотеатр, почему вы делаете то, какое-то световое оформление, что-то еще. Что вы им говорите? Мы говорим, что мы любим их и мы готовы считаться с их мнениями, но первостепенное — это донесение благой вести до людей. И мы учитываем эти вещи. Вот, например, на английском служении мы практикуем форму чашечек для причастия. На русском служении мы делаем это и с чашечками, и с большой чашей. Почему? Потому что это не принципиально важно для нас. Важно, что человек ощущает в этот момент, как он испытывает ли он свое сердце, действительно ли он вспоминает страдания Христа на кресте. А вот некоторые вещи, они не принципиальны для нас. Поэтому, если для старшего брата или сестры это привычная форма, которая позволяет их сердцу быть в том состоянии, в котором оно должно быть в этот момент, то мы должны к этому стремиться и способствовать этому. Поэтому нужно учитывать и то, и другое, и первостепенные вещи ставить на первое место, а второстепенные вещи ставить на второе место. — Опять же, касаясь сегодняшних тенденций, молодежь сегодня вся на планшетах, гаджетах, интернетах, социальных сетях. Вы задействуете все то, что сегодня имеется, чтобы создавать группы в социальных сетях или иметь какое-то общение? Что-то делается? — Да, возможно, не так хорошо, как могли бы это делать. Но, например, наша группа прославления имеет группу на Фейсбуке, где ставятся объявления, где ставится информация о репетиции, какие новые песни будут разучивать и так далее. Мы делаем объявления и приглашаем людей в церковь через Фейсбук, ставим стихи Священного Писания или основные пункты проповеди периодически. Молодежь приглашает на ивенты по Фейсбуку, создает ивенты и приглашает своих гостей. Мы иногда делаем спонсорские объявления через Фейсбук таким образом. Мы используем объявления в церкви. Например, у нас есть система оповещения, где все телефоны членов церкви занесены в базу данных. И если мне нужно сделать объявление о том, что, к примеру, пошел сильный снег, у нас служение отменяется, или будет гость, пожалуйста, не забудьте об этом, то я записываю это объявление, и оно автоматически рассылается на телефон каждого человека члена церкви. То есть вы представляете 200 с чем-то звонков, это нереально. Ну да, да. То есть это один пример, где технология позволяет нам эффективно участвовать в этом. Мы делаем подкасты, то есть аудиозаписи всех проповедей, выставляем их на сайт, на iTunes. Видеослужения сейчас мы только тестируем и запускаем. Мы хотим, чтобы это было хорошо в конечном счете, но в ближайшее время это будет работать. Тогда дайте нам знать. С удовольствием. Будем ставить ваше служение тоже в нашем эфире. Мы будем рады. Еще, брат Василий. Опять же, касаясь социальных сетей, техники, гаджетов. Сегодня молодежи это близко. Они знают, как этим пользоваться. Они все время имеют в руках телефон, айпад. У нас, в наших церквях, уже идет практика вести проповедь в взаимодействии с залом, с гаджетами присутствующих молодых людей. Это своего рода проповедь. Она анкета. Ваше мнение. Как вы считаете? Знаете, как ведется программа? Ответьте «да», «нет». Количество сказавших «да» за это такое-то объявляет спикер. Разбор какой-то дается, как в анкете. Дайте три правильных ответа. Дайте ответ. То, что вы прослушали в проповеди, где вы поняли. Дайте правильный ответ. Поставьте свои. Потом он вводится на доску, на монитор. Вот именно количество людей, которые поняли проповедь. Количество людей, которые проповедь совершенно не поняли. Более того, там есть такие вопросы, которые просто… Он глупый ответ. И даже есть люди, которые ставят там, что они поняли эту проповедь. Именно так. Как глупость какая-то. Вы делаете так примерно? Знаете, нет. Возможно, мы можем поучиться этому у вас. Было бы интересно знать, как это работает. Но мы это не практикуем. Но я вижу в этом и определенную пользу, и в то же время определенную опасность. Когда человек в руках держит телефон во время проповеди, он может читать писание на application, на app какой-то. Но в то же время есть большой соблазн нажать на пару других кнопок, проверить новости, проверить имя, отослать текст знакомым и так далее. Поэтому здесь должен быть какой-то здоровый баланс, наверное. Но интересная идея. Нет, но опять же, я часто говорю своим детям, по крайней мере, что главное иметь вот этот антивирус в своей голове. То есть этот антивирус должны поставить или родители, или пастор, чтобы они понимали, что надо делать так. А именно свой антивирус постоянно быть, чтобы он был включен. И именно этот антивирус будет контролировать твои действия в последующем. Но наш, конечно, антивирус — это Христос. Это именно на том, о чем наша база. Это именно понятие наши традиционные и так далее. Еще последний вопрос. Да. Вы вошли в состав Тихоокеанского объединения как церковь Истакомы. Это штат Вашингтон. Почему вы решили войти в объединение? В чем вы видите здесь положительное действие для Вашей церкви? Мы обсуждали этот вопрос, и, конечно, вопрос географической оторванности от Сакрамента, где находится определенная часть, или вообще от Калифорнии. Это одно из опасений. То есть действительно ли мы сможем иметь теплые, близкие отношения с объединением, учитывая нашу географическую оторванность от остальных церквей. Но мы пришли к выводу после того, как мы рассматривали возможность вступления в разные объединения. Это то, что я очень рад слышать, что хотя бы ведется разговор об интеграции английского языка, что ведется разговор о преемственности следующему поколению. И даже при присутствии очень многих разных мнений по этому поводу я вижу, что братство в целом поднимает этот вопрос, этот вопрос обсуждается и принимаются какие-то конкретные шаги. И нас это привлекает, потому что мы это в какой-то степени пережили и продолжаем переживать. И видение объединения с этой точки зрения, оно нам ближе, чем у других объединений. И мы решили пожертвовать географией ради этого, ради того, что стратегия развития нашей церкви, видение нашей церкви, оно больше по духу ближе к Тихоокеанскому объединению, чем другим. Поэтому мы очень рады, что эти темы поднимаются. И есть церкви в объединении, которые приблизительно и несут такое же служение, как и наша церковь. И мы надеемся, что мы сможем друг у друга чему-то учиться и делать это более эффективно для достижения людей для Христа. Миссионерской деятельности вашей церкви, вот в чем она выражена? Мы поддерживаем нескольких миссионеров регулярно, и мы поддерживаем индивидуальные миссионерские проекты. Поэтому достаточно большая часть, не хотел бы вас обмануть, поэтому не буду говорить процент, но большая часть, я думаю, что процентов 25, наверное, нашего церковного бюджета идет на миссионерскую деятельность и поддержку миссионеров. Это поддержка миссионеров, которые где-то уже несут служение, да? А сами, вот как церковь, какие-то проекты у вас имеются? Да, то есть учитывая, что мы пытаемся достичь общества, то есть когда речь идет о церкви и концепте Community Church, то есть о церкви, которая служит тому обществу, тому городу, где она живет, то мы пытаемся участвовать в социальных проектах. Опять же, мы учимся этим вещам, где-то что-то не достигаем, что-то в чем-то ошибаемся, но мы кормим бездомных, мы ездили в миссию, организовали несколько выездов церковью, именно как служителями, приехали, профинансировали, делали это через миссию, которая делает это регулярно. На Новый год мы сейчас будем собирать людей, которые позволят людям Новый год проводить в церковной, библейской обстановке, а не где-то в каком-то баре или где-то с друзьями, проводя время не таким образом, которое приводит славу нашему Господу, приносит славу нашему Господу. Поэтому мы пытаемся создать определенные проекты, которые позволят людям извне приходить, знакомиться с церковью, знакомиться с членами церкви и потом остаются в церкви, узнавая действительно, что такое христианство. Поэтому учимся этому. Нужно, конечно же, улучшать эти вещи и нарастать их темп, но попытки к этому с нашей стороны есть. Слава Богу. Слава Богу. Брат Василий, благодарю вас за то, что вы пришли к нам на нашу встречу. Мы очень рады вас приветствовать в нашем Тихоокеатском объединении. Спасибо. И видеть вас. И действительно, очень было приятно с вами пообщаться, потому что приятный собеседник. Хочу сказать, что мы в заключении программы завершаем нашу передачу молитвы. Я просил бы и хотел бы, чтобы в заключении помолились такой кратенькой молитвой. Хорошо. Прекрасная традиция. Господь, мы благодарим Тебя за эту возможность поговорить о Твоей церкви, Господи. Помоги нам помнить, что это Твоя церковь, что это не наша церковь, это Твоя церковь, это Твои бессмертные души ради Кты, которых Христос умер на кресте. Помоги нам доносить эти хорошие новости, эту благую весть для тех людей, которые еще не услышали ее, Господи. Помоги нам доносить Твои истины через Твое Писание, через Твое Слово для тех людей, которые уже услышали, но продолжают этот процесс изменения и уподобления характера Христа, Господь. Помоги каждому из нас как служителю делать это эффективно и доносить эту благую весть всем народам, учая Господь. Пусть прославится Твое имя через наше служение, через служение наших церквей и через служение объединения. Во имя Отца и Сына и Святого Духа я прошу об этом. Аминь. Благодарим Вас за внимание. Смотрите нас дальше. Надеюсь, что будет еще много у нас интересных гостей для Вас. С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok